МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ущерб на 100 миллионов впоследствии урагана призвано устранять бригады из других регионов. Импортозамещение в сердечной хирургии и какую отечественную разработку применяют в Нижегородском кардиоцентре. Гарри-гарри ясно. В Сурмовском районе снова заполыхали сараи. Случайность или умышленный поджог? Летим из Нижнего в Россию. Почему перелеты внутри страны предпочтительнее заграничных вояжей? Вернулся спустя 5 лет. Кто подписал новый контракт с хоккейной командой, знакомые с детства? О главных событиях этого четверга я и мои коллеги расскажем вам. Прямо сейчас в эфире служба новостей «Город». Меня зовут Мария Зринская. Здравствуйте. Итак, Нижний Новгород приходит в себя после мощного урагана, а в администрации считают убытки. За 40 минут стихия нанесла городу ущерб на 100 миллионов рублей. Именно такую сумму правительство региона выделит на устранение последствий. Грозовой фронт с сильным ветром в Нижегородской области прошел в среду. Длился он недолго – с 12.15 до 12.56. Скорость ветра доходила до 28 метров в секунду. Без электричества до сих пор остается больше 14 тысяч человек. Всего в зону отключения попадали 757 на северных пунктах в 25 районах нашей Нижегородской области. С количеством домов более 51 тысячи, с населением 148 тысяч человек. От урагана серьезно пострадал Нижегородский Кремль. Там с трех башен – Георгиевская, Северная и Белая – сорвало крышу. Сейчас специалисты дают оценку ущербу. Вполне возможно, что километр кровли восстановить в кратчайшие сроки не получится. Всего в этот день без крыши остались 87 зданий, 70 машин покорежены из-за падения деревьев и столбов. Страдали 29 человек. Погибших нет. Среди пострадавших трое детей. Госпитализировали 7 человек. Из них и двое детей. Состояние удовлетворительное. Помощь региона окажут 62 бригады спасателей. Они приехали из Кирова, Рязани, Тулы, Калуги, Воронежа, Смоленска, Орла, Курска и Тамбова. Другим темам, несмотря на непогоду, купальный сезон не отменяется. Уже 1 июня главные зоны отдыха должны быть готовы к приему горожан. Спасатели МЧС завершают приемку пляжей. Эту тему продолжим далее в рубрике «Короткой строкой». Специальная комиссия оценила готовность пляжей Сурмовского, Автозаводского и Ленинского районов города. Особое внимание уделялось наличию на пляжах детских купалин, ограждений зон заплыва, пунктов для дежурных спасателей и медицинского кабинета. Кроме того, на каждом пляже должен быть стенд с информацией о часах работы, температуре воды и воздуха. Серьезных нареканий к местам отдыха у спасателей нет. В Нижнем Новгороде началась аккредитация такси на время Чемпионата мира. Она подразумевает, что автомобили должны быть в исправном техническом состоянии, иметь опознавательные знаки в виде шашечек такси и оранжевого фонаря на крыше. В салоне авто должна быть информация о водителе и разрешении на перевозку. Водительский стаж должен составлять не менее трех лет. Кроме того, требуется национальное российское водительское удостоверение. Также таксисты должны ориентироваться в Нижнем Новгороде. Дополнительное требование – наличие терминала для безналичной оплаты. В Нижнем Новгороде в период проведения Чемпионата мира по футболу бездомные собаки усыпляться не будут. Всех бродяг примет приют «Сострадание НН». Там животные будут находиться на передержке как минимум 46 дней. По предварительным данным, всего нужно отловить 234 собаки. К концу года в Нижегородской области введут пять новых школ. В образовательных учреждениях смогут учиться 2125 детей. Кроме этого, уже ведется строительство еще четырех школ. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин. Все здания будут оснащены самым современным оборудованием. Оформление аварии без участия ГАИ – черные списки авиакомпаний в действии, а сим-карта только по паспорту. С 1 июня заработают новые законы. Итак, теперь на автомобиль уже не обязательно вешать знак-наклейку шипы. Поменяются и правила оформления ДТП по так называемому Европротоколу, то есть без вызова ГИБДД. Теперь, если в аварии нет пострадавших, владельцы авто обязаны как можно скорее освободить проезжую часть. Только не забудьте зафиксировать ДТП, сделать все необходимые фото с места происшествия. Серьезные условия – в обязательном порядке подключиться к системе ГЛОНАСС или установить на смартфон приложение ДТП Европротокол. Система подскажет, как и что нужно фотографировать. С начала лета на законодательном уровне запрещено продавать и использовать сим-карты, не привязанные к паспортным данным. Это позволит сократить число мошенников. И еще одно новшество касается авиаперелетов. С 4 июня авиакомпании смогут отказывать дебоширом в перевозке. Хулиганы попадут в черные списки. Исключение из этого списка только одно. Перелет состоится, если такой человек возвращается в Россию. И авиасообщение – единственная возможность оказаться дома. Мы продолжаем. В Нижегородском кардиоцентре провели уникальные операции по лечению аортального стеноза. Это заболевание, при котором прохождение крови из левого желудочка в аорту, самый большой сосуд кровообращения затруднено. Такой патологией страдают в основном пожилые люди. Если открытая операция на сердце им противопоказана, то метод с использованием клапана дает шанс на улучшение самочувствия. Екатерина Вологина продолжит. Пациенты пока в реанимации. Вмешательство на сердце прошло успешно. Впервые в нашем регионе специалисты использовали артальный клапан отечественного производства. Протез почти в три раза дешевле европейских аналогов. Операцию проводил доктор из Пенза, один из разработчиков нового клапана. Он отличается от клапанов, которые предлагают зарубежные компании. Он полностью синтетический. Мы думаем, что он будет лучше стоять, чем биологические клапаны, которые предлагают, скажем, зарубежные коллеги. Артальный стеноз – достаточно распространенный диагноз, особенно для людей старше 70 лет. При этом заболевания отверстия аорты в области клапана сужаются настолько, что затрудняется отток крови из левого желудочка. Артальный стеноз называют тихой болезнью. Десятилетиями патология может проходить незаметно. А затем пациент начинает чувствовать одышку при слабых нагрузках, утомляемость и головокружение. Основные причины заболевания – атеросклероз и инфекционные патологии на створках клапана. Даже ангина может изменить их состояние. При открытой операции вероятность летального исхода составляет 25%. Это очень много. Имплантация протеза проводится не через сосуды, а через небольшой разрез на левой половине грудной клетки. На моем пациентах нужно было поставить еще три коронарных стены. То есть там была действительно коронарная патология. Если была эта операция открытой, надо было делать вмешательство и на клапане сердца, и надо было еще делать эмоционирующую операцию. Поэтому, как правило, длительность операции – это риск для пациента. Поэтому мы уменьшаем риск и, соответственно, улучшаем результаты операции. Сама операция длится всего 4 минуты. С подготовкой пациента занимает час. Такие вмешательства теперь будут делать и нижегородские врачи. В городе Пензе проведено достаточно большое количество подобных операций с хорошим результатом. Поэтому мы пригласили этого специалиста для того, чтобы он подготовил наших специалистов к самостоятельной работе. Мы обладаем всем необходимым оборудованием для того, чтобы выполнять эти операции. После хирургического вмешательства пациенты должны будут несколько месяцев принимать препараты, разжижающие кровь, а потом в плановом режиме наблюдаться у кардиолога. Екатерина Вологина, Иван Масов, служба новостей «Город». Ехали медведи на велосипеде. Нижегородцы смогли увидеть удивительное выступление цирка Филатовых. Визитная карточка программы – косолапые мишки. Они катаются на мотобайках, велосипедах и роликах. Человеку все это осилить довольно просто, а вот как научить животное такому мастерству? Наша съемочная группа побывала на репетиции шоу и посмотрела, как косолапые становятся настоящими звездами цирковой арены. Прежде чем зрители увидят на сцене фееричное шоу, артистов ждут месяцы тренировок и съеденные тонны сахара, сгущенки и печенья. Молодец, давай, стоечка. Ничего страшного, тебя фотографируют, все нормально. Пойдем. Умничка, давай, давай. А вот на этом аппарате медведи привыкают к педалям и учатся держать баланс. Лей, 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 Настенька, молодец. Вперед, вперед. Велосипеды сделаны специально под анатомию медведей. Здесь учтены особенности позвоночника и расстояние между лапами. Тренирует медвежонка сразу несколько человек. Кстати, у животных, как и у людей, разные характеры. Кто-то предпочитает поднимать бревна, а кто-то с малого возраста прекрасно ладит с самокатом. Дрессировщики учитывают все пожелания артистов. Наша программа отличается, наверное, своей харизмой и молодежью. У нас очень молодежный коллектив, все там возрасти где-то до 30 лет. Еще изюминка нашей программы, задумка, почему называется аттракцион «Медвежий цирк». Потому что мишки делают те же трюки, что делали люди-артисты в первом отделении. Всего в цирке 15 медведей, 5 самцов и 10 девочек. Такого количества косолапых вы не встретите ни в одной программе. Цирк Филатовых – это уникальное шоу, которое в наш город привезла знаменитая династия цирковых артистов со 180-летней историей. Также в программе сложнейшая эквилибристика, воздушная гимнастика без страховки, акробатическая пара бродяги с Бродвея, яркий номер жонглера в темноте с неоновыми булавами и уникальная космическая реприза – прыжок собаки-супермена с 6-метровой высоты. Эта программа так и пронизана настоящей русской душой, а советский цирк современной обработки понравится любому гостю. Спешите увидеть и вы уникальное шоу Филатовых в Нижегородском цирке. Программа продлится до 15 июля. Кстати, организаторы приготовили для зрителей подарок. Цены на праздничные представления 10, 11 и 12 июня вас приятно удивят. Ну и далее новости от наших партнеров. Мы прервемся ненадолго, и вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. Летим из Нижнего в Россию. Почему перелеты внутри страны предпочтительнее заграничных вояжей? Вернулся спустя пять лет. Кто подписал новый контракт с хоккейной командой, знакомые с детства? В эфире служба новостей «Город», и мы продолжаем. Воспитательницу детского центра в Аческом районе будут судить за сломанные ноги ребенка. Женщина присматривала за воспитанниками на площадке, когда один из них запрыгнул на карусель, где уже не было мест. Ребенок получил переломы, когда карусель начала раскручиваться. Воспитательница находилась неподалеку, но не остановила опасные игры детей. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей женщине грозит лишение свободы сроком на один год. О других криминальных событиях расскажем в рубрике «Место происшествия». Газовая труба взорвалась в подъезде одного из домов на улице Суворова в Держинске. Возникшее пламя охватило козырек крыши над входом. К счастью, пожарные вовремя прибыли на место происшествия и залили пламя водой. Тушение осложнялось большим количеством проводов на стене дома. Еще один пожар случился на улице Ясной в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Здесь вспыхнули сараи. По свидетельству очевидцев, пламя очень быстро охватило хозяйственные постройки, поэтому тушить их было бесполезно. По предварительной информации, в этом пожаре никто не пострадал. Легковушка и микроавтобус устроили аварию на Казанской трассе в черте деревни Афонина. Но оба автомобиля получили серьезные кузовные повреждения. По предварительной версии, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу. Подробные обстоятельства произошедшего выясняют дорожные инспекторы. Еще одно ДТП случилось на улице Ларина. Его участниками стали два грузовых автомобиля и пассажирский автобус ПАЗ «Вектор». По информации очевидцев, к аварии привела невнимательность водителя одного из фургонов. Сведений о погибших и пострадавших нет. А вот происшествие на площади Рядово очевидцы посчитали как минимум забавным. Они засняли на видео, как автоэвакуатор потерял свою поклажу в виде дорогой черной иномарки. По какой причине легковушка свалилась с эвакуатора, не ясно. Но если она получила повреждение капота именно в момент падения на асфальт, то затраты службы перемещения будут куда более значительными, чем тот штраф от парковки в неположенном месте, который выпишут владельцу автомобиля. На этом обзор криминальных событий завершен. Ну а если и вы стали очевидцами происшествий или аварии, присылайте видео на нашу электронную почту канал 1ннсобакамейл.ру и в группу первого городского телеканала ВКонтакте. Ну а мы переходим к экономическим событиям. Полеты за границу подорожали в полтора раза. Авиарейсы в зарубежные страны из Нижнего Новгорода выросли в цене в среднем на 46%. Как изменилась стоимость на внутренние перелеты, расскажем в обзоре финансовых новостей. Перелеты из Нижнего Новгорода подорожали на 7%. Их стоимость в среднем составила 7308 рублей. За границу теперь можно слетать в среднем за 18270 рублей. На этом фоне резко выросло количество внутренних перелетов. По итогам весенних месяцев 82% авиапутешественников региона летали по России, 18% за границу. Самыми популярными внутренними авианаправлениями среди жителей Нижнего Новгорода стали Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Сочи, Уфа и Москва. Из международных направлений Прага, Ереван, Барселона, Минск и Абудаби. Несмотря на то, что перелеты за рубеж подорожали, нижегородцы за границей не стали тратить меньше наличных средств. Наоборот, размер среднего чека увеличился до 1210 рублей. Больше всего в среднем за раз соотечественники тратят в странах СНГ. Следом идут Европа, Северная и Южная Америки и Азия. Если смотреть по конкретным странам, больше всего в среднем за раз путешественники из Нижнего Новгорода тратят в Японии, Армении и Чехии. В Нижегородской области за прошедшую неделю значительнее всего подорожали яблоки, куриные яйца и черный чай. Так, цены на яблоки снизились в среднем на 1,2%, на яйца почти на 4%, на чай на 0,7%. Кроме того, подешевели молоко, мука и картофель. 9 тысяч россиян в первом квартале этого года признали себя банкротами. Это количество безнадежных должников на 50% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. По прогнозам экспертов, число банкротов в конце года может вырасти еще на 60%. Финансовые эксперты отмечают, что рост банкротств граждан не самым лучшим образом сказывается на кредитной политике банков, поскольку им приходится ужесточать условия денежных займов. Компания Apple на продажах приложений зарабатывает больше, чем Google, а это значит, что владельцы яблочных устройств тратят в среднем больше тех, кто пользуется андроидом. За первый квартал этого года каждая загрузка в App Store приносила Apple примерно 44 цента. Тогда как Google с Play Market получал в то же время всего 10 центов. При пересчете на мобильное устройство зафиксирован и вовсе 10-кратный отрыв. 5 долларов против 47 центов не в пользу Google. По данным Центробанка, курс доллара на пятницу 62 рубля 7 копеек, евро 72 рубля 46 копеек. Цена за баррель нефти марки Brent 77 долларов 46 центов. Мы продолжаем. Фанаты торпеда ликуют. В команду после длительного отсутствия возвращается воспитанник Нижегородского клуба Михаил Варнаков. Об это и других новостях спорта расскажем далее. Михаил Варнаков в футболке торпеда выходил на лед последний раз 5 лет назад. За время отсутствия в родном клубе он поиграл за Питерский СКА, Казанский Акбарс и Московское Динамо. Выступая за торпеда, Варнаков провел 518 матчей и заработал 286 очков по системе Goal Plus Pass. Сразу после подписания нового контракта, Форвард сообщил, что ему не терпится начать подготовку к новому сезону, чтобы радовать болельщиков своей игрой. В Нижегородке Элизабет Абрамян и Любовь Тенсор завоевали серебро на открытом первенстве Польши по настольному теннису. В парном разряде спортсменки уступили соперницам из Японии. Также в копилке Абрамян и Тенсор бронзовая и серебряная медали в командном зачете соответственно. 467 человек не получили паспорт болельщиков в преддверии Чемпионата мира по футболу в России. 157 из них – жители столицы. Также свои стоп-листы хулиганов прислали несколько стран-участниц мирового первенства. Отсутствие фан-айде автоматически исключает посещение футбольного матча даже при наличии билета на игру. Голлкипер хоккейного клуба Вашингтон Кэпиталс Брейден Холби совершил зрелищный сейф матча против Вегас Голден Найтс. Команда Холби победила со счетом 3-2 во втором матче финала Кубка Стэнли. Голлкипер, комментируя игру и свое удачное спасение ворот, был чрезвычайно скромным. Он сказал, что «это хоккей и иногда такое случается». А вот реакция болельщика Вашингтон Кэпиталс на восхитительное спасение ворот, исполненное голлкипером Холби, сделала его звездой клубного твиттера. Подпись под видео, которое уже набрало 3,5 тысячи просмотров, гласит «Этот парень только что увидел лучший сейф в истории хоккея». А мы объявляем дополнительный набор в школу телеведущих. В состав основной группы решено добрать еще несколько человек. Эти курсы – отличная возможность познать телевидение изнутри, попробовать себя в кадре и получить работу мечты. Подробнее о занятиях и педагогах расскажет Надежда Рожнова в нашем селфи-репортаже. Во время обучения в школе телеведущих Вашим лучшим другом станет камера, потому что практически на каждом занятии у Вас будет практическое задание. Для нас очень важно, чтобы Вы научились работать в кадре. Тем, кто очень хочет работать по ту сторону экрана, но не знает, с чего начать, Первый городской канал дает возможность освоить азы профессии. Именно здесь можно получить бесценный опыт, познакомиться со спецификой телевизионной журналистики и увидеть то, что для зрителя обычно остается за кадром. Наши ученики попадают в реальные телевизионные условия. Студия, камеры, микрофоны. У нас все по-настоящему, для обучения есть все необходимое. А преподают на занятиях практикующие журналисты. Как правильно держаться перед камерой, как настроить свой голос и как снять хороший сюжет, обо всем этом расскажем на наших занятиях. Кстати, уже во время обучения ученики попадают на экран в качестве ведущих, героев рекламы или новостных сюжетов. Вас будут ждать мастер-классы от ведущих первого городского телеканала и занятия с диктором федерального уровня. Так проходят занятия по дикции. Перед съемкой или начиткой текста нужна разминка речевого аппарата. Поставить голос сможет наш преподаватель, баритон которого вы наверняка слышали. Александр Смоленов уже много лет озвучивает российские фильмы, игры и передачи. Смотрите в этой серии. На что готовы пойти девчонки, чтобы обыграть мальчиков в рекламе мужских костюмов? Каждый голос по сути уникален. На своих занятиях я прослушиваю каждого ученика и даю индивидуальные рекомендации. Кому-то исправить небольшие дефекты, с кем-то проводить над четкостью произношения, кому-то расслабиться и говорить более уверенно. Часто люди в конце обучения признаются, что даже и не подозревали о том, что их голос может звучать как-то совершенно иначе. Ученики школы телеведущих попробуют себя в разных амплуа, чтобы понять, что им ближе. И одно из самых первых занятий – это работа в новостной студии. А здесь мы станем ведущими криминальных новостей. Вот в этой студии ученики будут брать интервью и попробуют себя в роли ведущих развлекательных программ. А это зеленое полотно называется «Хромакей». С помощью него люди на телевидении отправляются в любую точку мира. Здесь мы попробуем себя в роли ведущих прямых эфиров. Выпускники наших курсов работают на многих телеканалах города и области. А три очаровательные девушки, пройдя наши курсы, сейчас создают проекты на первом городском телеканале. Школа ТВ пошла для того, чтобы узнать телевидение за кулисами, попробовать себя в роли телеведущей. Но сейчас я работаю за кадром, работаю над двумя проектами. Это «Встряска» про преображение женщин и «Красавчик» про преображение мужчин. Могу сказать, что за кадром работа даже интереснее. Сейчас на первом городском я коммерческий тележурналист. Я пишу сценарий для рекламы, подбираю модели, договариваюсь о съемках, согласовываюсь с заказчиком. Жизнь кипит, бурлит и бьет ключом. О существе и ты свою мечту занятия начнутся уже в июле. Все подробности можно узнать по номеру 291-2028. Торопитесь, места осталось совсем немного. С вами была Надежда Рожнова. А можете быть и вы. Ураган, о котором мы уже сегодня говорили, много чего повредил в городе. И как вы думаете, какие объекты одними из первых решили восстановить ремонтники? Ответ в нашем обзоре социальных сетей. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. Да мне даже ураган не помеха, если срочно надо починить дорогу. Новая технология в действии. В дождь проливной. Если обратите внимание, справа с водостока течет, вода с крыши. Такое чувство, что поток видеофайлов, где асфальт укладывают в дождь, никогда не кончится. Сколько бы люди это не высмеивали, ремонтники все равно продолжают это делать. Непобедимая система. Некоторых нижегородцев настолько вдохновил чемпионат мира по футболу 2018, что они даже дорогу стали переходить по-особенному. Весьма оригинально и с соблюдением правил дорожного движения. В Красноярском зоопарке родилась редкая обезьяна Калобус. Малышку назвали Джулией, и сейчас она находится в так называемых яслях. Мама пока не может быть вместе с малышкой, поэтому все время новорожденная проводит с плюшевой обезьянкой. У Джулии уже растут зубки, и совсем скоро она выйдет в свет к посетителям. Житель британского города Миддлсбро Крис Скотт обнаружил в своем саду заброшенный бункер времен Второй мировой войны. Сперва здесь стояла металлическая дверь. На ней находится печать, которая, скорее всего, защищала комнату от газа. Здесь мы нашли стол. Все это находится под водой, которую нам пришлось откачивать в течение двух дней. В подземном убежище он нашел множество электрических приборов, мебель и выключатели. По словам хозяина, убежище было рассчитано приблизительно на 100 человек. Вот так находка! Хотя, если наши подвалы, открыть еще и не такое найдешь. Космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели тренировку по футболу на Международной космической станции. А вы заметили, что космонавты в невесомости забивают и ловят мячи лучше, чем футболисты на поле? Может, секрет в этом? Надо тренерам взять на заметку этот нюанс. Ну, а какие интересные события произошли в жизни нижегородцев, они расскажут сами. Внутри окончили. А, внутри хорошо очень окончили. Сезон окончили, оба отличненько. Еще два отличненько, в общем, пять отличненько. Ну, дом я построила. Да, сейчас участок уделываю. Вот идем за конфетками в обеденный прерыв. У меня много работы и все хорошо. Я съездила в Москву. У моего очень хорошего друга в июле родится сын. Вот. У меня дочка закончила 10 класс на все пятерки. И вообще у нее аттестат красный за 9 класс. Она меня радует. Хотелось бы еще, чтобы на работе побольше денег. Давали вообще все так хорошо. Ну, и далее наш выпуск продолжит прогноз погоды. И вот, что ожидает нас в ближайшие три дня. В пятницу, 1 июня, днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно. Плюс 11 градусов. Ночью плюс 7. Мало облачно. В субботу, 2 июня, днем будет пасмурно. Плюс 16. Ночью облачно. Плюс 12. В воскресенье, 3 июня, днем пройдет небольшой дождь. Плюс 24. Ночью плюс 16. Облачно с прояснениями. И на этом наш выпуск завершен. Далее эфир продолжит реалити-проект «Красавчик». Сегодня наш герой отправляется на шоппинг. И стилист подскажет ему, как подбирать одежду на полных мужчин. Желаем приятного просмотра и до встречи в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова